Здравствуй! И вот ты услышал про Ардуино и решил посмотреть, что же с этим можно сделать. К сожалению, в данный момент у тебя набора нет или же ты у тебя он есть и ты хочешь сделать какую-либо модель сейчас не физическую, а виртуальную. В этом нам поможет сайт tinkercut.com Входим в систему, для того чтобы войти в систему нам надо зарегистрироваться. После того как мы зарегистрировались, мы можем найти здесь 3d проекты и электрические цепи. 3d проекты нам не нужны, нам нужны электрические цепи. Нажимаем создать цепь. И попадаем в окно, где мы можем создавать наши электрические цепи. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть базовые компоненты, есть вообще выбор на все компоненты, мы позже это рассмотрим. Сегодня мы с тобой посмотрим, как можно сделать мигающий светодиод, ну как маячок. Здесь у нас окно кода, здесь начать моделирование, здесь это рабочая наша область. Здесь мы будем работать. Давай найдем, где наша плата arduino. Вот наша плата, то есть это микроконтроллер под управлением микропроцессора. Видно, да, вот здесь. У нас есть здесь пины, которые могут подавать у нас напряжение. Есть G на D, которые могут у нас принимать напряжение. Давай посмотрим, что вообще из себя представляет такой электрический ток. Теперь на примере карикатуры, давай посмотрим, что из себя представляет электрический ток. Электрический ток, это поток заряженных частиц. В данном случае он измеряется в амперах. То есть и как у тебя есть длина в сантиметрах, температура в градусах Цельсия, ты смотришь. Измеряешь объем воды в литрах, точно так же сила тока у тебя измеряется в амперах. То есть амперы, это вот эти парни, которые пытаются пролезть в эту трубу. Помогает им в этом напряжение. Напряжение измеряется в вольтах. Это вот этот парень, который его насильно проталкивает. То есть чем больше напряжение, тем больше у нас будет сила тока. Потому что он его будет сильнее проталкивать. Кроме того, у нас есть тот, кто старается везде силе тока помешать. Это наше сопротивление. То есть он уже измеряется в омах. То есть он единице измерения ом. В данном случае, как видите, ом пытается перекрыть канал для силы тока, чтобы тот не смог у нас протиснуться. Вот эта формула, это у нас закон ома. То есть сила тока у нас равна напряжение, деленное на сопротивление. Как ты можешь понять из математики, чем больше у нас числитель, тем больше у нас будет результат. И при этом чем больше у нас знаменатель, тем меньше будет результат. Соответственно, чем больше напряжение, тем больше сила тока. чем больше сопротивление, тем меньше сила тока. Принято считать, что электрический ток у нас идет от плюса к минусу. То есть здесь у нас можно сказать плюс, а в этой стороне у нас минус, соответственно. Также плюс вы можете встретить под названием анод, а минус под названием катод. Это такие обозначения в электротехнике. Вот этот элемент, который здесь показан, это светодиод. Вот у него длинная ножка это анод, а короткая это катод. Учитывая все, что мы сейчас узнали, давай посмотрим теперь опять на нашу плату вновь. У нас есть вход G на D, который будет как минус у нас, то есть 0 вольт в данном случае. Есть разные пины, которые 3,3 вольта, 5 вольт, то есть они постоянные дают. Есть у нас 0,1,2,4,7,8,12,13, которые могут давать нам 5 вольт, или не давать нам 5 вольт. И есть 3,5,6,9,10,11 с такой тильдой. Если ты видишь, это у нас порты, которые будут нам, у которых есть возможность передавать нам аналоговое напряжение. То есть не ровно 0 или 5 вольт, а какие-то промежуточные значения. Это мы рассмотрим позже. Сегодня нас интересует только порт 13, G на D, макетная доска, светодиод и резистор. Давай возьмем макетную плату. Макетная плата у нас, такая плата, которая нас соединяет, будет контакты. То есть когда мы будем сюда наводить, мы видим, что у нас эта линия, то есть там есть уже металлические контакты, которые нам соединяют полностью всю линию. Эту и эту. Здесь точно также горизонтально они соединены. А здесь у нас все пины, портики, они вертикально уже у нас соединены. То есть здесь они вертикально и здесь тоже. То есть они вот верхние ABCD и с верхними FGHIJ не соединены никак. Это отдельные порты. Плюсом ты можешь увидеть, что здесь обозначен плюс, здесь минус. Это ничего не значит, просто для удобства тебе нарисовано. Что если ты захочешь когда-нибудь ставить напряжение, то желательно, чтобы потом тебе не спутаться в течение программы. Ты мог поставить здесь 5 вольт. Ты знаешь, что у тебя здесь плюс, а здесь у тебя, допустим, будет минус. Вот. То есть в дальнейшем, чтобы тебе не спутать, чтобы ты знал, где у тебя минус, а где у тебя плюс, чтобы соединять контакты. Сейчас нам этот не нужен. Давай сделаем следующее. Минус у нас уже есть. Давай возьмем светодиод. Красненький. Лучше, наверное, на какой-нибудь синий. Будет лучше его видно. И возьмем резистор. Так, нам надо его повернуть, этот элемент. Повернем и сделаем так. Как ты видишь, здесь у нас ножка чуть под изгибом идет у светодиода. Это более длинная ножка. Здесь подпись идет анод, то есть плюс. А здесь катод, то есть минус. Светодиод такой элемент, который пропускает электрический ток только в одном направлении. То есть нам нужно четко соединить анод с плюсом, а катод с минусом. Если мы это соединим в обратную сторону, у нас ничего не получится. Можешь сам это проверить. Берем 13 светодиод. Отпускаем сюда. Здесь нам потребуется сопротивление в 220 Ом. Соответственно, соединяем минус катод с минусом. И теперь у нас, если начнем моделирование, у нас начинает гореть. Что же происходит? Вроде бы мы ничего не сделали. Все просто. У нас есть еще код. Мне удобнее делать текстом. Так что я буду делать текстом. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть void setup функция и void loop. То есть это наши основные функции. Это все, что находится у нас между этих программных скобок. То есть здесь программная скобка начало, здесь ее завершение. Все эти команды у нас выполняются ровно один раз. Все остальные. Loop в переводе с английского означает. Кстати, что означает? Я уже забыл точно. Петля. Точно. Это у нас действие зацикленное. И оно будет выполняться постоянно. То есть, когда дойдет до конца, все команды будут выполнены. И она пойдет на начало и опять будет выполнена до самого конца. После чего опять пойдет начало. Таким образом, эта новость функция теоретически бесконечная. Здесь мы выставляем наш pin mode на 13 порт output. То есть то, что output, это означает, что из него будет исходить напряжение. Противоположное ему есть input. Это значит, что будет в него входить напряжение. Нам пока это не надо. У нас из 13 должно оно наоборот поступать сюда. Ставим output. Дальше digital write. То есть цифровая запись на 13 порт подать высокое напряжение. High. Это мы подали 5 вольт. Далее, после этого delay. Здесь у нас значение в скобках есть в миллисекундах. То есть 1000 миллисекунд это у нас секунда. Соответственно, мы ждем одну секунду. подаем. После чего опять обращаемся к 13 порту и говорим, чтобы он нас перестал подавать. После этого опять ждем секунду. И как я говорил ранее, то есть мы опять идем в начало. И опять начинаем его включать. Два сделаем, чтобы у нас сгорело, допустим, 2 секунды. Проверяем. 2 секунды прошло. И так у нас будет 2 секунды гореть, 1 секунду не гореть. Еще можно обратить внимание, что здесь тоже есть свой индикатор. Вот здесь ровно под 13 портом. Тоже свой светодиод, который будет нам показывать, есть напряжение или нет. ТТ-13 он как тестировочный такой порт. В данном случае можете ссылаться на него. Ну а на этом сегодня все. Если тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. Здесь будет много еще чего интересного. Ну а я с тобой на этом прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok